МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стать на путь исправления отряд оснащен более музыкальный центр, DVD, телевизор, просторные помещения и комната психолога. На данный момент проживает в этом отряде 98 осужденных, которые трудятся на собственном производстве и максимально стараются заслужить право на условно-досрочное освобождение либо замену неудобной части наказания, более мягким видом наказания. Посетили производственную зону, выставку продукции. Основная деятельность – это металлообработка и чугунное литье. Металлообработка – это одно из старейших предприятий, которое работает в Башкирии по выпуску тягодутевых машин. Также у нас литейное производство. Выпускаем люка, заливаем продукцию готовую. Чугунное литье, груза, печное литье. Как давно вы здесь работаете? Два года уже. Я обучался до этого, но тем соком здесь, в училище. А этим соком уже начал работать здесь. В месяц мы выпускаем продукцию на 13,5 миллионов. У нас зарплата сдельная. Среднедневная зарплата где-то получается порядка 178 рублей. Мы осуществляем приготовление пищи для спецконтингента. Питаемся тем же, как и обычные продукты. Свежие овощи, мясо, творог, молоко, яйцо. Через день даем рыбные котлеты и мясные котлеты. Хлеб мы испекаем сами. Молоко у нас способное хозяйство. Мясо нам заводится свежее, строго. То есть тоже способное хозяйство. У нас есть ПТУ. Приходят мастера. Проводят также обучение. Все так же. Потом по истечении срока обучения выдаются дипломы государственные, то есть образца. Они ничем не отличаются совершенно от диплома, который получают на свободе. У нас профессиональное техническое училище есть. По восьми специальностям обучают. То есть специальности, которые востребованы на нашем производстве. Для сегодняшнего дня востребованная специальность – это операторы ЭВМ. Основная поблажка – это то, что они вышли уже на работу. Это уже является само собой. То есть администрация им доверяет. Получая трудовые навыки, они имеют шанс условно-досрочно освободиться. А это, я считаю, что это намного лучше, чем заработная плата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!